Дачный сезон Ирина Лисовая Действительно ли многое зависит от правильного удобрения культуры? Вырастить урожай, сохранить его в отличном состоянии, восстановить плодородный слой почвы. Неужели все это зависит только от одного удобрения? Вы знаете, вот абсолютно правильно поставлен вопрос, потому что именно от того, что мы вносим в почву, мы получаем. То есть вот принято считать, что необходимо удобрять, вот минеральное удобрение применять и тому подобное, или там ту же органику применять в большом количестве. Тогда будет хороший результат, хороший. Но вот то, что садоводы производят, дачники на своих участках, ведь там бесконтрольно применяют ту же химию. Они же не делают анализы на те же нитраты. Да, вырастили огромный урожай, а он часто бывает опасен для здоровья человека. Поэтому нужна здоровая почва, как можно меньше удобрений, которые, удобрения использовать надо экологически чистые, те, которые именно полезны и безопасны для здоровья человека и полезны для почвы, для растений. Вот тогда мы действительно получим то, что хотим. На самом деле не только гнаться, да, наверное, за результатами, но еще и помнить о том, о качестве продукции. Вы понимаете, вырастить можно огромный вал, который принесет вред. Можно вырастить чуть-чуть, может быть, поменьше, а чаще всего нисколько не меньше, но зато полезного, качественного, то, что будет именно полезно для здоровья семьи и для здоровья всех. У нас уже есть телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Не подскажете, а вот в Севастопольской зоне или ближней, вот эти кто-нибудь производит, как бы, в товарных объемах продукцию вот эту, ну, естественно, земледелие, там, натуральную, без удобрений, без, там, пестицидов, вот, без всяких, там, лекарств животных, ну, смотри-ка, без антибиотиков, там, животную продукцию. Вот, и продается ли она где в специализированных магазинах, вот такая продукция? Спасибо за звонок. Дело в том, что я такой информацией не владею, потому как мы сами, вот, наша компания как раз занимается производством экологических чистых удобрений, вот мы и не успели представиться. Я заместитель директора именно по науке компании Биобан, эта компания находится в городе Бийске, Алтайского края. И мы здесь просто вот в Севастополе и в Крыму вообще, мы с 16 мая прошлого года как раз вот и работаем по внедрению наших препаратов, которые экологически чистые. Препарат Флорес – это высококонцентрированная смесь чистых гуминовых кислот, а Фитоп Флорес – там еще бактерия, которая защищает растения от болезней, поэтому Флорес восстанавливает почвенное плодородие эффективно, помогает дать хороший урожай, экологически чистый. Фитоп Флорес как раз вот помогает без химии защитить наши растения от грибных, бактериальных болезней, чтобы не применять каких-то вот, ну, ядохимикатов, можно было получить хорошее урожай. Если мы говорим о том, что вот в Крыму начали работать с нами фермеры, те же сельхозтоваропроизводители, да, начали работать фермеры, и если изначально вот они брали там на пробу где-то там на несколько соток, на гектар, то сейчас уже берут на общую площадь где-то кто-то на 50, кто-то на 60 гектар берет, чтобы уже можно было реально вот получать хорошее урожай. То есть отработав один год, они уже видят результат. Самое главное, спасибо за ответ. На самом деле рынок нас сейчас пестрит гуматами. Вы на рынке с 95-го года, компания Биобан, разрабатываете, производите, внедряете новейшие технологии в области сельского хозяйства на основе гуминовых кислот и микробиологии. В чем разница, как отличить? Разница очень большая, потому что гуматы это соли гуминовых кислот, там обязательно присутствуют щелочи, и это органоминеральное соединение такое, где щелочь в большом количестве, а все же знают, возьмите любые чистящие, моющие, дезинфицирующие средства, там что, щелочь, она является как раз, концентрация выше 4%, уже идет деградация живой клетки. Препарат флорайс, это именно гуминовые кислоты, там щелочи нет, там идет вытяжка из торфа, и еще 5, естественно, природных компонентов, которые являются катализаторами, эффективно повышают плодородие, именно составляющие гумуса, ведь показатель природного плодородия это именно гумус. Так вот, гумус прекрасно растет, почва становится дышей, вот она дышит, она воздуховлагопроницаемая, она удерживает влагу довольно хорошо у корней растений, хотя тут же дает дышать растениям. Растения развивают корневую систему в 2,5 раза выше в сравнении с контролем, и, естественно, иммунная система растений выше, они противостоят болезням сами, даже вот мы, и повреждения вредителями даже менее для них опасны, потому что они вот именно, ну и хорошая иммунная система говорит за себя сама, да. Плюс к этому еще, конечно, вот что нам дают гуминовые кислоты, это нейтрализация почвенного раствора, то есть кислотность становится близкой к нейтральной, можно использовать и на карбонатных почвах, и на кислых почвах, за счет этого уходит проволочник. У многих на участках проблема с проволочником. Без применения каких-то, вот химии, без применения какой-то, можно получать хороший урожай, того же картофеля там или тех же корнеплодов, без вот этих вот дырк внутри, которые идут, то есть проволочник уже не будет вредить так. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Да-да, добрый вечер. Да. Добрый вечер. Да, да, здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Очень приятно говорить. Скажите, пожалуйста, при выращивании картошки я применяю такое удобрение, как нитромофоска. По-моему, чайную ложечку я вожу на вуночку одну. Как это влияет на качество продукции моей, выходимой из этого? Значит, могу сказать однозначно, что любые минеральные удобрения, так как они химически агрессивные, это химия, как бы то ни было, они разрушают гуминовые кислоты, это раз, а самое главное, убивают почвенную микрофлору. Поэтому постепенно вы сами уничтожаете жизнь почвы на ваших участках. Поэтому чем больше вносим, чем дольше вносим минеральные удобрения, тем больше подрываем именно почвенные плодородия. Вы посмотрите, начали, грубо говоря, сто лет назад применять минеральные удобрения в мире широко. И на сегодняшний день у нас огромные площади по всему миру выведены из сельхозоборота ввиду полного истощения, именно полного истощения. Хотя, казалось бы, постоянно пополнение каких-то минеральных запасов, идет огромное запасфачивание, огромное количество лишнего калия в той же почве, но они в недоступной для растений формы. Только гуминовые кислоты способны перевести их в доступную для растений форму, и без дополнительного внесения у нас растения будут полностью обеспечены и азотом, и фосфором, и калием, и микроэлементами. Поэтому здесь вот как раз, если мы вносим гуминовые кислоты, мы решаем все проблемы, которые... Не надо вносить навоз тот же, потому что с навозом вносится огромное количество еще и... Поговорим об этом обязательно отдельно. Да, и тем более от минеральных удобрений на 100% можно уходить однозначно. Получается, вот на столе у нас сейчас лежат экологически чистые препараты? Да, это оба препарата экологически чистые. Препараты имеют экологическую чистоту 1 и 2, когда за единицу взята экологическая чистота продуктов питания, то есть это чище, чем хлеб, который мы с вами кушаем. А вот в каких климатических поясах и на каком грунте их можно применять? Потому что вы-то из Сибири к нам приехали, да, и может кто-то подумает, что у нас это не будет работать. Да, мы сами сибиряки, да, производим мы это в Сибири, но зайдите на наш сайт. У нас в интернете сайт на пяти языках. Это о многом говорит. Мы работаем не только в пределах нашей страны, мы работаем по миру, мы работаем и в Индии, и в Монголии, и в Китае, и во Вьетнаме у нас, в Сирии были до бомбежки, там вот были очень хорошие результаты. И в Европе мы работаем, и в Прибалтике, то есть в абсолютно разных почвенных экологических зонах. Если мы говорим по нашей стране, это от Владивостока до Калининграда, от Якутска и до Черноморского побережья, ну и, конечно, даже такие вот, как Ферганская долина в той же Киргизии, где мы в Киргизии очень плотно работаем, мы в Казахстане, то есть абсолютно разные почвенные климатические зоны. И есть зоны, где климат более жесткий, чем в Крыму. Крым это вообще, можно сказать, прям рай в сравнении с теми зонами, где мы работаем. Поэтому здесь я очень хотела бы, чтобы вот люди, так как вот в Севастополе, многие же уже пользовались, позвоните, расскажите о своем опыте применения препаратов, потому как есть результаты уже у людей. Хотелось бы услышать в прямом эфире, да, хотелось бы услышать людей в прямом эфире, чтобы люди рассказали. Тем более, что наша компания обычно тем, кто дозванивается в прямой эфир и приходит потом на презентацию, которую мы будем проводить, кстати, в ближайшую субботу, будет в Севастополе очередная наша презентация, мы на презентации вручаем подарки, поэтому звоните, рассказывайте об опыте применения, те, кто уже пользовались. А тем, кто нам в студию дозвонится, подарки тоже? Да, вот я и говорю, звоните в студию, рассказывайте, и мы с удовольствием вам во время презентации вручим подарки, и я думаю, что все будут довольны, то, что позвонили, не постеснялись, за это получили подарки. Обратная связь важна в вашей работе? Нам очень важна, потому как, так как мы уже 20 лет работаем на этом рынке, мы очень широко... Через месяц юбилей у нас, да? Да, и у нас 23 февраля будет 20-летие, как раз юбилей производства наших препаратов, и мы работаем очень активно, как я уже сказала, в разных абсолютно регионах, и если где-то у кого-то что-то не получается, это говорит о том, что что-то мы не донесли, мы что-то не рассказали. Информацию какую-то, да, как правильно использовать? Да, что-то люди недопоняли, поэтому очень бы хотелось, чтобы люди... Мы обычно просим обратную связь, чтобы люди рассказывали, люди приходят на презентации, рассказывают, что получилось, что не получилось, почему мы разбираем и находим причины, почему если что-то у кого-то не получилось, мы обязательно находим причины, и дальше у людей уже все хорошо получилось. И только обратной связи уделяете большое внимание, но также качеству продукции, потому что по каким стандартам осуществляется контроль, вам же можно не проходить, да? Да, так как это чистая органика, так как там ничего, и в препарате фитоплоразбактерия, она, естественно, природная, она не какая вот, она искусственно не созданная, это штамм, это, естественно, природная, которая повсеместно на Земле есть, только здесь в большом количестве он как раз выполняет, это пробиотик, который выполняет защитные функции, поэтому мы имеем право не проходить сертификацию, так как это натуральный продукт, они не нуждаются в сертификации. Однако мы ежегодно проводим всевозможные международные вот эти сертификации, добровольные, которые, то есть на экологическую чистоту у нас и наш российский есть международный экологический сертификат, есть сертификат Евросека, есть сертификаты те же вот ИСО 14001, ИСО 9001 и прочие там виды ИСО, которые говорят об экологичности и самого производства, и продукции получаемой, а Евросека дает возможность вообще тем, кто выращивает на наших препаратах продукцию, заявлять, что она экологически чистая, потому что реально вот Флорес, например, токсины буквально в течение там очень короткого времени разлагает любые токсины, вплоть до ДУСТа и ракетного топлива, то есть это действительно вот настолько уникальные препараты, что сравнивать с какими-то другими препаратами просто невозможно. Многие уже убедились в этом. А вот цена, стоимость, это тоже очень важный вопрос. Да, стоимость очень важный вопрос, и могу сказать однозначно, если сравнивать с привычными всем навозом тем же, то в том же навозе, мы говорим, у нас получается машина навоза стоит на сегодняшний день в Крыму, вот мы проводили сравнение вот эти вот, ну где-то 5-7 тысяч рублей, и причем навоз еще надо, чтобы он вылежался, его сразу под культурой применять нельзя, плюс к навозу нужны средства защиты от болезней и все. На сотку в среднем уходит 3-4 пакета препаратов Флорес на весь сезон, и 3-4 пакета Фитоп Флорес, ну может там до 5 пакетов уходить, в зависимости от того, насколько истощена почва, и насколько много болезней. То есть на одну сотку в пределах уходит 300, максимум 500 рублей. То есть если у вас 3 сотки, которые вы обрабатываете, ну это в пределах там, ну полутора тысячи на весь сезон, чтобы и подкормить, и восстановить плодородие, и плюс защитить, и абсолютно экологически чистое, то есть никакой химии абсолютно безопасно. У препаратов нет ни одного часа срока ожидания, то есть обработали, тут же можно потреблять в пищу. Препаратом Фитоп Флорес и выбраковку семян можно производить, и защищать растения и во время цветения, и во время плодоношения, и плюс обрабатывать всю продукцию, которую мы закладываем на длительное хранение, уже после сбора урожая, для того, чтобы она прекрасно хранилась в зимний период, если кто-то вот хранит. Если вот кто-то захочет с вами сейчас связаться, как вас найти, скажите ваши координаты, сайт, телефон? Значит, сайт у нас, вот как у нас компания Биобан называется, Большая инновационная область биологии, агротехника, наука, так он и есть, bio-ban.com, это вот сайт, то, что в интернет, если вы выходите. У нас есть телефон, по которому можно позвонить и проконсультироваться. Здесь телефон в Крыму, если мы говорим, то это плюс семь девятьсот семьдесят восемь, восемьсот десять пятьдесят девять восемьдесят восемь, еще раз, плюс семь девять семь восемь, восемьсот десять пятьдесят девять восемьдесят восемь, поэтому телефоны вы можете позвонить и проконсультироваться по любым вопросам. Вот, ну и, конечно, я приглашаю всех в ближайшую субботу, 24 января, на нашу презентацию, которую мы будем проводить здесь, в Севастополе, с 11 до 13 часов по адресу генерала Петрова, 15. Это бывшее здание Укртелекома, сейчас это Севтелеком называется. Вход абсолютно бесплатный, свободный. То есть вы пришли, послушали, задали любые вопросы, которые касаются выращивания урожая. Я сама профессиональный агроном с большим стажем работы, поэтому наукой занимаюсь давно. И многое могу подсказать где-то, я не говорю, что абсолютно все, нет, но что-то где-то могу подсказать. Всем уделите время. Никто не уйдет без ответов на свои вопросы. Поэтому приглашаю всех, приходите, не пожалейте 2 часа времени, зато много полезного, знаете, для себя. Кстати, столкнулась с тем, что многие очень много делают ненужной работы на своих участках. То, что можно не делать, и что наоборот, во вред это идет растение. Но вы всем подскажете. Да, и на таких моментах мы там останавливаемся обязательно. В этом году в Крыму достаточно холодно. А вот что делать? Может, какие-то средства можно приобрести для того, чтобы обезопасить свою культуру, чтобы не померзть? Ну вот кто в прошлом году уже начал пользоваться? Мы рассказываем на презентации, что препарат флорайс повышает хорошо иммунную систему растений. И что осенью, перед тем, как растениям уйти в зиму, очень хорошо подкармливать зимующие растения этим препаратом. Для того, чтобы у них в зиму менялся состав клеточного сока, чтобы они любые морозы более спокойно переносили. Поэтому вот кто сейчас, кто этим не пользовался, кто с осени попользовался, кто вот внес, как мы рекомендуем, я могу процентов на 90 с лишним гарантировать, что у тех вот эти морозы пройдут бесследно для их растений. А вот кто не пользовался, советую сейчас, пока стоят уже теплые дни, растения, корневая система уже может функционировать, поэтому прям пролить те же розы, которые попали под эти морозы, или тот же виноград, допустим, пролить какие-то более теплолюбивые культуры, которые попали, их можно сейчас пролить уже раствором флора-С. Тут немножко больше дозировка, конечно, уйдет, но зато больше шансов, что растения выживут после этой зимы. Клиентская база наработана, признание и одобрение уже заслужили у многих и производителей сельхозпродукции, у фермеров и у садоводов-любителей. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об этом. Я знаю, что очень много наград у вас есть. Да, наград у нас очень много. У нас более 40 золотых медалей, всевозможных международных выставок, конкурсов и тому подобное. У нас очень много всевозможных и дипломов, и все. Мы и обладатели восьми уже статуэток гема и тому подобное. То есть международный тоже конкурс идет по качеству. И что очень важно, у нас мы единственные, кто может похвастаться тем, что наши препараты внесены в Книгу рекордов и достижений Российской Федерации. Переданы номинантами в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом ни один производитель удобрений не может похвастаться. И, конечно, очень важно, что в 2012 году администрация президента Российской Федерации вручила нам награду. Нас признали победителями инновационных технологий в области охраны здоровья и окружающей среды. Это как раз и говорит о том, что экологически чистую продукцию производите. Основное преимущество этой продукции? Во-первых, то, что они абсолютно безопасны. Оба препарата абсолютно безопасны. Даже если случайно где-то попали куда-то в организм человека, они не вызовут никаких... Ну, в принципе, даже пока неизвестно, чтобы какие-то аллергические реакции вызывали. Поэтому нет ни одного часа сроков ожидания. Не надо какие-то средства защиты надевать на себя какие-то маски, халаты и тому подобное. То есть, как вы ходите там в купальнике у себя, так нам нужно обработать все. Не надо никаких тяжелых вот этих перекопок, растаскиваний и всего. То есть, с поливом, с опрыскиванием вносится очень легко. Кто начинает пользоваться, в первую очередь подчеркиваю, что работа становится очень легко, очень просто и безопасно. И я еще раз подчеркиваю, что даже вот детям, всем очень полезно вот такую продукцию кушать. Это как раз повышает иммунную систему человека в том числе. У нас остается мало времени. Но вот вы говорили уже, да, о навозе очень многие его вносят. Но дело в том, что... А как проверить качество? Сегодняшний навоз, он же отличается от того, который был раньше? Там же есть и антибиотики. Ну, не буду все сейчас перечислять. Ну, дело в том, что, во-первых, конечно, навоз, он и раньше не был экологически чистым. Давайте начнем с этого. Потому что навоз выгребной из туалетных ям. Там какая разница, туалет человека или туалет животного? Это все равно навоз. Он и есть навоз. Там у нас и у животных одни и те же гельминты. У нас и у животных очень много болезней одних и тех же возбудителей находится там же в навозе. Очень много возбудителей болезней растений там находится. И люди даже не понимают, сколько они притаскиваются этим. Гнилостная микрофлора, патогенная микрофлора огромное количество. Ну, и, конечно, сейчас там и антибиотики, которыми пичкают животных, и те же всевозможные гормональные стимуляторы роста, которые для животных используются. Все это в навозе остается, приходится на наши участки вместе с навозом. Поэтому далеко не самая безопасная вещь. Это давно уже все знают. Лучше не рисковать. Лучше не рисковать. У вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям? Я еще раз приглашаю всех прийти к нам на презентацию, потому что проводим мы ее абсолютно бесплатно. Там же можно будет, кто пожелает, могут приобрести препараты. Там по нашим заводским ценам, без всевозможных накруток, безо всего. Это будет в ближайшую субботу, 24 января, с 11 до 13 часов, по адресу генерала Петрова, 15. Это бывшее здание Укртелекома, или как на сегодняшний день, это Севтелеком. Все вопросы можно задать по телефону, плюс 7 978 810 59 88, плюс 7 978 810 59 88. Я желаю всем очень хороших урожаев, высоких урожаев, экологически чистой продукции. Всем здоровья и успехов. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова